МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как это всё крупнее сделать? Сделай буквально больше, старость не ради. Я в фото всматриваться. Еще такие страницы сделают побольше. Есть? Да. Ну, еще один вопрос. Он не такой общий и, может, даже не подойдет. Есть ощущение, что жизнь проходит впустую. Как найти смысл жизни? Что может помочь понять своё предназначение? Может, методика есть? Вот когда в старой работе перестал видеть смысл, а куда двигаться, не ясно. Этот вопрос, собственно говоря, его надо периодически перед собой ставить. Я когда-то давным-давно работал в многотиражке, вдвоём работали с редактором. Вот он мне говорит, я периодически нахожу смысл жизни, а потом я его забываю. Но я это понимаю. Меняется жизнь, меняется её смысл. Но вот этот вопрос, тут по-хорошему нужно иметь отпуск 4 недели, и вот к концу 4 недели у тебя появится такое чёткое понимание. А вот мне надо возвращаться на ту работу, на которую я вот это вот всё делал. И сейчас очень хитро так в жизни получилось, неожиданно так, что отпуск стал 2 недели. То есть человек чисто так слегка отдохнёт, вроде так психологически отдохнул, но полностью отдых, чтобы он дошёл до физического тела, он не происходит. И это выгодно. Вот я не знаю, у нас не принято говорить, что вообще вот есть некие духовные существа, которые человеку помогают, а которые человеку мешают. И стараются сделать так, чтобы он жил автоматом, не задумываясь о том, что происходит. И вот когда говорят, откуда такие духовные существа, о чём вы говорите? И когда я читаю в книжках эзотерических, я думаю, ну да, ну вот говорят там, что вот есть князь мира сего в религиозной литературе, в литературе попадается, не религиозной, да. И в альдорфской педагогике, там, ну в основах в антропософии есть ариман, который хочет, чтобы всё было логически выстроено, чтобы всё было по порядку, ничего не менялось, чтобы всё было посчитано, взвешено. Когда говорят, что есть такое духовное существо, думаешь, ну как это, ну откуда оно есть? А потом ты можешь наблюдать по жизни, не отпихивая, не закрываясь к этому понятию, и наблюдать, что очень многие вещи, вот посмотрите, законы многие так сделаны, что смотришь, ну они как-то работают, и вроде бы да, от них всем плохо. И найти того человека, который от этого выгоду имеет, и нельзя даже. То есть посмотришь, вот все говорят плохо, кто придумал? И так смотрят, смотрят, там концов особо и не найти. Система работает. То есть система, вот законы, правила, они как-то так складываются, что со временем эта система становится как бы неким существом. Она действует. Человек хочет прийти, что-то изменить, он попадает, а система его плавно перерабатывает. Она или его отторгает, или уничтожает, или он становится частью системы. И тогда с этим очень-то, конечно, трудно бороться. Вот как в фильме «Матрица», когда любой человек, который в системе, он становится этим агентом Смитом, который борется с живыми людьми. Он готов их уничтожить. И там вот это противостояние, конечно, вот этого живого человека, который хочет понять, как устроен мир, он силой своей мысли борется. И агент Смит как продукт компьютерной программы. Компьютерная программа, там же все построено, не программа сама, вот язык компьютера, там же только ноль, единица, двоичная система. Импульс прошел, импульс не прошел. Но повторенный в огромном количестве дает такие результаты, что у нас есть иллюзии реальности некоторые. И вот когда работает система, там можно уже не найти личность, которая с этого выгоду получает, а можно увидеть, что система, она как живое существо. И тогда я начинаю понимать, да, вот, видимо, то, что называют ариманом, это вот и есть та сила, которая появляется, и которую мы кормим, когда создаем эти жесткие правила, шаг влево, шаг вправо, там ничего нельзя. Но, слава богу, у русских так не получается, никогда они закон примут, а потом все равно умеют найти возможность шаг влево, шаг вправо. Вот это ощущение подавления, оно есть. И вот когда я понимаю, что вот люди работают, они попадают в эту систему, и бедные тянут свою лямку, и не могут голову поднять, и у них нет времени об этом подумать. Не всегда предлагают готовые решения. И отпуск короткий, это тоже из разновидности, что вот там враг не дремлет, он не дает возможности задуматься, а, собственно, зачем тебе это надо. И вот тогда поиск смысла жизни, он нуждается в том, что должен быть перерыв, нужно расслабиться. И вообще вот смотреть, есть такой признак, когда живешь ты свою жизнь, или это просто так, ну, в обстоятельства, ты попал и тащишь эту лямку. Вот ты с утра встаешь, просыпаешься, точнее, и подумай, ради чего ты, собственно говоря, готов встать. Тебе есть ради чего поднять себя из постели и куда-то идти? И вот если этого нет, то это говорит о том, что ты живешь не свою жизнь, не свою судьбу. И здесь нужно быть довольно таким, ну, жестким по отношению ко всему, и, надо сказать, жестким даже по отношению к своему окружению. Потому что у тебя жизнь одна, ты индивидуален. Не только вот нынешней, вот сейчас ты живешь, и ты отвечаешь за свою жизнь, как ты ее проживешь. Какие клады для тебя эта жизнь даст? Это такой духовный эгоизм, он должен быть. Я понимаю, есть ответственность перед семьей, перед женой, перед мужем, перед детьми. От нее отказаться нельзя. И там придется идти на компромиссы. Но тем не менее, вопрос должен быть, ради чего я сегодня встал с постели. И если тебе нечего на это ответить, то тогда надо четко менять свою жизнь. Но для этого, опять же, нужно пережить некий отдых и почувствовать, а что бы мне на самом деле хотелось. Изначально ты можешь продолжать ту же деятельность, которая и была, но у тебя появляется хобби. И ты это жестко так декларируешь в своем окружении. Я вот это буду делать. И тебя должны поддержать, если тебя реально любят. Потому что иначе ты теряешь самоидентификацию, ты начинаешь жить чужую жизнь. Жизнь детей, жизнью своей второй половины, там мужа или жены, в зависимости от пола, да? Жизнью своих детей, в первую очередь, вот женщины в это попадаются. Мужья начинают жить, не то, что не мужья, а мужчины попадают, что часть из них живет, частью из там семьи, но больше начинают жить частью своей работы, ощущений. Вот я там на работе своим бизнесом и к сорока годам понимают, что вот у него есть деньги, а больше ничего нет в жизни. И уже и дети выросли. И зачем это все было, непонятно. Называется кризис, да? Среднего возраста. Зачем живем? Сорок два года, и что? Сила начинает падать, и что я получил с этого? Хорошо, что хоть еще деньги есть, а то и денег нет, и никакого натворения в жизни. Поэтому вопрос нужно задавать и за свою духовную самоидентификацию бороться. Ответственность никто не отменяет перед семьей, но в то же время тогда, если в семье правильная диспозиция, муж, жена, дети, то там уважают друг в друге личность. И друг для друга создают условия, чтобы эта личность могла переживать самоидентификацию через любимое дело. И потом это любимое дело, оно может, так сказать, компенсировать тот недостаток изживания собственной судьбы на работе. и через хобби, и это довольно часто происходит, человек приходит в другую профессию. Но для этого нужно покойное состояние, когда можно услышать свою судьбу. И вот смысл жизни, он... Ну его как? Его надо... Я могу сказать, этот смысл жизни достаточно прост, это саморазвитие. Но для того, чтобы это саморазвивалось, нужно всё-таки как-то подумать, а само это, я это что? Если я принимаю то, в той системе ценностей, в которой я живу, я понимаю, вот есть три уровня развития души. Душа ощущающая, душа рассудочная, душа характера, душа самосознающая. Я знаю, какие у неё характеристики, я знаю, что... То есть, этот, как сказать, три слоя, один выше другого. Я знаю, что такое я. И вот у меня путь развития, он стремится. Я знаю, ага, здесь я промахнулся, здесь я сюда двигаюсь. И вот для меня смысл жизни в этом вот саморазвитии. У меня есть такая система, я про это думаю. Смысл жизни для каких-то других людей... Смысл жизни Аристотель вообще очень просто определил. Это счастье. А что тебе сделать для того, чтобы ты был счастлив? Ну, это очень много вещей в жизни есть. И начинать можно с самых простых и двигаться к более сложным. С самыми простыми у нас, к сожалению, всё хорошо. Чтобы быть счастливым, надо поесть, поспать. Да? А с более сложными, ну, это с годами приходит, если ты действительно интересуешься жизнью во всей её полноте. Вот почему мы так настойчиво бьёмся за то, чтобы в Вальдорфской школе много искусств было, много ремёсел было, чтобы дети во всём участвовали. Мы даём возможность впоследствии себя изжить в любой из этих сфер. как в хобби, как в профессии. И то же самое для родителей. Занимайтесь всем. Школа даёт такую возможность. Вальдорфская школа должна быть культурным центром. И она и есть, собственно говоря, уже. Поэтому хочешь пережить свою судьбу, пробуй. Надо пробовать. Вот мне кажется, что мне это нравится. Идёшь и делаешь. Здесь только не сидеть. и думать, какой же у меня смысл жизни. Нет, вот я чувствую. Чувствую, мне вот это интересно. Я иду и делаю. Я этим занимаюсь. Месяц вплотную. И потом саморефлексия. Как для меня это хорошо? Нет. И так далее. И испытание своей судьбы, чувство, что мне судьба говорит, что подсказывает. Там опять же состояние покоя нужно. И обратить внимание, мы привыкли опираться всё время на зрение и вот сюда вот смотреть. Вот так вперёд, что там перед носом у нас. Вот жизнь, она перед носом подсовывает вот этого. А мы же видим вообще, вот так вот я делаю, я вижу обе свои руки сейчас. Вот всё, что есть передо мной, и вот так я вижу обе свои руки. Но кто обращает внимание на то, что происходит вот здесь? Мы смотрим только туда всегда. А вот если вы хотите понять, что вам говорит судьба, то попробуйте вот здесь вот почувствовать. А вот здесь у вас. И иногда задом наперёд смотришь, думаешь, мне же вот в руки давали, что у меня передо мной это было, но я этого не смог увидеть. То есть это было в моей жизни, я от этого отказался. И вот хотите почувствовать? Попробуйте, а что вообще в вашей жизни есть? И где там нюансы, где вам теплее? И может оно где-то вот здесь, оно есть. Оно уже в вашем поле зрения. Просто вы на это не обращаете внимания, или не верите, что это возможно. Поэтому смысл жизни довольно легко найти. Он должен меняться со временем, становиться всё более и более и более сложным. А начинать вот с простых вещей, делайте, что вам нравится. И через некоторое время это надоест на этом уровне. Так и будете, вот как в пирамиде Маслова, по уровню потребностей. Сначала самые простые, потом более сложные. Сначала это как хобби, потом может стать профессией, там смыслом жизни и так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА